Уехали домой, и он мне сказал, может быть не надо, может быть я поеду в другой раз. Начиналось все банально и просто. Любой нормальный, хороший проект начинается с правильной идеи. Идея была построить мотоцикл, который первым в России будет ездить по воде. Со Стёпой знаком давно и, можно сказать, нас с ним сблизил проект, о котором идет речь в данном фильме. Он очень показался мне интересен, меня прям эта идея захватила, того, что мотоцикл может ехать по воде. Стёпа – это очень неординарный человек, я таких никогда не встречал. На самом деле это нелегко, не так легко, как может показаться, когда вы смотрите видео. Потому что на видео картинка такая легкая, непринужденная. На самом деле это очень сложно. Вся эта подготовка, сборы, организация – это требует очень много нервов, времени. Первый раз я это увидел у моего австралийского коллеги Роби Мэдисона. И, честно говоря, не особо я воодушевился этой темой. То есть я посмотрел, думаю, ну так, да, нормально, прикольно. Но когда мы уже начали строить сами, да, и я углубился в глубь этого процесса, а тем более, когда мы сделали первый тест удачный, тогда я подумал, наверное, стоит снять какой-то прикольный перформанс, какое-то хорошее видео, короче говоря. В принципе, с этого все и началось. С коптером есть кадры, все нормально. Но я не подведу, главное, чтобы видеосвязь не подвела. Тут я не знаю, все что угодно может быть внезапно. Да, действительно, получилось так, что в российском Рунете нет хорошего качественного продакшена в мотоиндустрии, такого, как в Дрифте, допустим. Все снимают там блоговые серии, обучающие видео, познавательный контент. Но чтобы снять круто, красиво, качественно и не сказав при этом ни одного слова, но чтобы всем было понятно, о чем там идет речь, по факту таких видосов крайне мало. Первая моя мысль была, что как это снять в центре города, сколько моментов нужно согласовать с правительством, как сложно выбрать погоду, всех собрать в одном месте, как долго это будет сниматься. Я подумал, что это та идея, на которую нужно потратить очень много сил. И, честно, с первого раза я, наверное, не до конца поверил, что она осуществится. Все было непросто. Снимали мы это видео долго, снимали мы видео почти два года, но если бы мы снимали быстро и просто, то сейчас бы не о чем было бы и говорить, собственно. Место непростое, да, центр города, постоянно каждый день, там, день через день проходят разные мероприятия, нужно было подстраиваться. Съемочный день начинался в 4 утра, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, избежать потока машин на дорогах. К тому же у нас было всего 2-3 часа на съемку, потому что после этого солнце уже было слишком высоко и свет кардинально менялся. Как проводились такие динамичные съемки в движении? Все просто, высунувшись со стабилизатором из багажника машины, я думаю, всем это знакомо, но все равно этого, конечно, было недостаточно, поэтому мы позвали пилота со спортивным дроном, и вот с него действительно получились очень крутые кадры, которые дополнили ролик. На этом проекте я был оператором-постановщиком, собирал команду, организовал съемочный процесс и, конечно же, снимал сам. При подготовке данного проекта была создана раскадровка. Зачем она нужна? Чтобы при съемках было максимально точно и понятно, какой кадр за кадром нужно снимать. То есть у всех участников, у всей съемочной команды на съемках было абсолютно точное понимание, в каком порядке нужно идти. Когда мы снимали в городе, нам нужна была реакция людей, посмотреть на это все, чтобы люди сказали вау. И наше удивление было тогда, когда, типа, в 7 утра Стёб проехал на мотике на заднем колесе в потоке, а люди как занимались своими делами, так и занимались. Поэтому пришлось, скажем так, играть какое-то участие в массовке, принимать там, типа, стоять на остановке. И когда Стёб проезжал, мы такие, типа, смотри, смотри, он едет, типа. И люди хоть как-то начали реагировать на этот момент. Я хорошо помню вот фиаско первого нашего съемочного дня, когда мы снимали именно водную часть. То есть я хорошо спрыгнул, у меня получилась спрыжка. Я доехал ровно до середины Невы, до фарватера, и мотоцикл утонул. Это было вот самым началом, как бы, вот этой всей истории со съемками этого видео. Так да, но я чуть-чуть не прошел, блин, здесь осталось чуть-чуть пройти. Когда первый раз он утонул, для меня это вообще был жуткий стресс. Я плакала, я плакала, а потом я видела, как он нырял за этим мотоциклом, хотя, в принципе, подготовка мотоцикла, она позволяет не делать этого. Но, тем не менее, это тяжело. И плюс я знаю, что это несет за собой эмоциональные сложные переживания у Стёпы, в первую очередь. То есть, когда происходит что-то такое, то, что не должно произойти, это несет за собой переживания и сомнения уже в следующем разе, которые нужно перешагнуть. После этого мы, естественно, там дошаманили мотоцикл, немножко что-то там подделали. Поехали еще раз снимать. И в следующий раз я уже, спрыгнув с него, у меня не получилась спрыжка. Ну, это было страшно, потому что первая мысль, что Стёпа как минимум потерял сознание при ударе, я не знаю, сломал себе ребра, шею, что угодно. Потому что какой силы должен быть удар, чтобы шлем отлетел на несколько метров. Важным моментом при запуске Стёпы на воду, это надо активировать систему аварийного всплытия мотоцикла. Если вдруг мотоцикл утонет, то активирует система всплытия, и мотоцикл держится на воде, его можно достать и вытащить на берег. Но мотоцикл, он как заколдованный, знаешь, не хотел ехать, короче говоря, по воде и все время стремился, не знаю, пойти на дно. Тесты, которые проходили на Неве, они были очень сложными. То есть все могло получаться на любой другой воде, в любом водоеме, но Нева все время там что-то, но шло не так. То есть мотоцикл был идеально готов, нет, что-то не так. Вот не едет по ней и все. Это было очень сложно. Я вам могу сказать, что до глупости доходило в последний день, в последнюю съемку. Я уже подошла к ней и я разговаривала с ней. Это очень глупо, но как бы это так. То есть ты уже пытаешься хоть как-то себя убедить в том, что точно все будет хорошо. Ну, я думаю, это очень серьезный такой символ для мотоциклистов Петербурга. Потому что исторически же на Стрелке, да, собирались все мы, ну и собираются мотоциклисты там по сей день в сезон. Стрелка Васильского острова, уростральных колонн. Ну, это шикарный вид. И, насколько я помню, у нас ходила такая фраза «покорить Неву». Если честно, после последнего затопления мотоцикла, когда мы снимали уже проезд по воде четвертый или пятый раз, я впал вот в отчаянии. То есть на берегу там ребята это видели, то есть я буквально там, не знаю, вот все, я думал, все, хватит на этом, как бы финиш. То есть дальше мы не идем. Мы уперлись в стену. Не получается, и ладно. Но, как часто бывает в моей жизни, все пессимистические настроения, они у меня быстро улетучиваются из моей головы. И на следующий уже день мы буквально там с двухкратным рвением мы приступили к усовершенствованию того, что у нас было. И уже к концу сезона мы сняли парочку проходных, крутых на самом деле видосов, где я там девчонок катаю, уже на новом конфиге. И тогда стало понятно, что да, вот этот мотоцикл, хоть и уже, наверное, не в этом сезоне, потому что тогда уже лежал снег, что в следующем сезоне мы уже взорвем, мы доснимем этот видос и все будет хорошо. Может показаться, что для съемок такого ролика нужно много дорогостоящего оборудования, но по факту мы снимали на то, что у нас есть самих. Это обычные беззеркалки Sony Alpha 7 III, экшн камеры GoPro. И в целом я считаю, что даже с таким оборудованием у нас получился неплохой результат. Видос должен удивить зрителя. Не всегда удобно гоняться с ламба, имея лыжу, прицепленную к мотоциклу. Но я хочу вам сказать, я это видел, это возможно, потому что, ну, разумеется, Степа ездит по жесткому покрытию с этими лыжами и потом заходит в воду. Ну, ясно, чтобы это все смотрелось в видео как-то органично, он спрыгивает, эта лыжа раз и появляется. При монтаже мы рассуждали, как лучше сделать эффект появления лыж. То есть был применен клинап, это тот самый момент, когда мы стираем лыжи и анимируем их заново, как будто они раскрываются у нас в реальном времени. Это был достаточно долгий процесс, при котором мы рассуждали, как лучше появиться. У нас был вариант с искрами, чтобы это были как молнии, раскрывающиеся в кадре. Но мы отказались от всего этого и сделали максимально понятно, чтобы лыжи развертывались как будто в реальном времени. Как проводилась съемка на воде? По всей протяженности маршрута мы расставили операторов по точкам. Также параллельно по набережной двигалась машина, из которой оператор снимал на длиннофокусный объектив. И самый интересный ракурс, я считаю, был с гидроцикла, который плыл все время рядом. Также у нас были кадры с воздуха, которые нам нужно было соединить. То есть у нас есть кадр Lamborghini, который едет по набережной, есть кадр мотоцикла, который едет или плывет по воде. И наша задача была в монтаже соединить эти два кадра так, чтобы это было максимально незаметно. Так как у нас не было звука, записанного при съемках, и нам пришлось полностью возводить все звуки с самого начала. То есть мы скачивали звуки двигателя и скачивали звуки мотоцикла. Конечно, некоторые профессионалы заметили, что звук у нас не от Aventador, а от Huracan. Но я не нашел звук Aventador в интернете, чистовой, который можно использовать. Но в целом мы добились того, что мы хотели, и ролик звучит максимально хорошо. Отдельно хочу затронуть тему съемки с воздуха, потому что еще год назад, когда Степа пытался снять это видео, проблем особых не было. Сейчас же с полетами на коптере в центре Питера достаточно большие проблемы. И когда мы снимали, у нас неоднократно глушили сигнал, просто все обрубалось, коптер сам садился. Ну, если честно, ребятам, конечно, было немножко стремновато. Послушайте, у этого проекта по факту не было каких-то глобальных бюджетов. То есть у меня, естественно, были генеральные спонсоры этого видео, которые давали бюджеты на съемки, на какие-то вещи, связанные с ними. Большинство того, что видно в видео, это по факту, как называется, по френдам. То есть это все приближенные люди, которые просто собрались воедино и сделали крутой проект. Без каких-то супер затрат и где все куплено, все за деньги. Ну, на самом деле, в таких сильно крутых видосах это видно, когда там все прям вот просто вот идеально. То есть у нас там есть какие-то там косячки, и это добавляет такой лайфовости в видео. На самом деле это более живо выглядит, и это прикольно. Но все, что могли, мы максимально сделали. То есть мы максимально все равно старались к качеству. Из наших возможностей мы израсходовали все, поэтому… Знаешь, когда все получилось, я испытал огромное удовольствие, когда приехал на конечную точку, увижу Степу. Потому что до этого, когда Степа стартанул, я по рации такой, типа, все время там пытаюсь маякнуть, спросить, что, как там, где его там, ловить там, не дай бог. И все молчат до последнего. Я не знаю, по-моему, мне кажется, Степа сказал там, типа, не говорите ему об этом. И я такой приезжаю на конечную точку, смотрю, что Степа на берегу. Я такой не смог сдержать эмоции, просто спускаюсь с горы и там обнимаю Степу. И просто вообще там вверх эмоций испытал, что да, действительно все получилось. Потому что до этого были несколько раз неудачные и как-то вот очень хотелось, чтобы все получилось. Был еще один очень неприятный казус. Для меня так точно, для Степы так тем более. В момент, за неделю до релиза видео Степа показал для согласования там некоторых моментов, вот, и сказал, никому, никуда это видео не скидывать и не показывать. Потому что его видело всего три человека. Даже жена моя не видела. Ей тем более не скидывай. Я говорю, ну ладно, хорошо, само собой. И в итоге, цунами-пикник 2020. Финальное Степиное выступление, заезд. Мы стоим спокойно на стенде. И влетает Степа с огромными просто глазами. Злой, что произошло? Мы смотрим до него, не понимаем, он кричит, ругается. Кто это сделал? Да как вы посмели? Да я сейчас найду. Просто не знаю, что с ним сделать. Ну, он сказал, что он с ним сделает. Просто я не буду это озвучить. Вот. И в итоге оказалось, что во время Степиного выступления на огромном экране, я не знаю, сколько там было метров, не знаю, сто на пятьсот, пустили это видео, которое случайно попало в список остальных видео, которые должны крутиться. И хоть его и прокрутили один раз, но его прокрутили достаточно для того, чтобы у Степы появились новые седые волосы на голове. Вот. Все удалось, ну, благо, замять. И на официальный релиз это не повлияло. Но вот до сих пор с содроганием сердца вспоминаю Степины глаза. И радуюсь, что я не пострадал. Ну, я очень горжусь Степой. Я очень горжусь тем, что он делает. Потому что это такие проекты, они сложные, они интересные, они очень энергозатратные. И я думаю, что ответная реакция тех, кто видит эту работу, она очень классная. То есть ребята могут захотеть сделать так же, могут захотеть что-то новое, могут захотеть повысить качество своей работы. То есть это все очень классно для мотоиндустрии в целом. Естественно, проект мы продолжаем. То есть это и так понятно, потому что мы построили новый конфиг, и еще пока ни одного видоса с ним нет. Вот. У нас будет и есть уже, естественно, идеи на съемке еще одного хорошего видео по этой теме. Но знаешь, тут тема какая? Тут нельзя снимать слишком много крутых видео. Потому что они на фоне других не окажутся такими крутыми. Вот. Я, кстати, вот про это тоже хотел сказать, потому что есть такое, знаешь, небольшое напутствие, может, блогерам, хотя кто такой, чтобы давать напутствие, да, блогерам. То есть, как бывает, да, то есть блогеры выкладывают каждую неделю, алгоритмы Ютуба подсказывают выкладывать каждую неделю как видео, хотя бы одно. И люди начинают снимать много видео, да. Но они все такие, знаешь, типа вроде как видео, но проходные на троечку. Иногда все-таки, вот как я считаю, да, нужно снимать хотя бы одно видео, допустим, даже в год, да. Но чтобы оно было прямо вот на пять. Чтобы ты сам смотрел на него и думал, да, блин, нифига, вот здесь я поработал, здесь получилось круто. Поэтому так же и у нас. У нас будет много там видосов, естественно, с этими водными мотоциклами. Сейчас второй мы построим. Но какой-то один хороший видос в следующий год я обещаю, что он будет. Поэтому, ребята, ждите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok